Для одних это бабушки и дедушки, для других – пенсионеры. Тут их гордо называют серебряники или представители третьего возраста. Бывшие их теологи, геологи, биологи, психологи, педагоги. Все они после выхода на пенсию стали активистами движения «Серебряный возраст» и снова принялись за учебу. Танцуют, поют, занимаются спортом, становятся эко-гидами. У истоков пионер движения серебряных волонтеров на Кубани Луиза Александровна. Люди старшие, которые приехали в Анапу, за плечами которых жизненный опыт, им очень хотелось увидеть, рассказать и поделиться с тем, что они знают. Тогда возникла идея о создании такого маршрута, где можно было через просвещение рассказать о удивительной природе нашего края и, как вы сегодня видите, нашего заповедника. Эффект бабочки. Сойдешь с тропы маршрута каньон на полуострове Утриш и случайно нарушишь пищевую цепочку. Здесь питается голубая бабочка. Над этим обрывом селится хищная птица Сапсан. А тут чудесным образом можжевельник, дурно пахнущий, вырос прямо из ствола можжевельника Высокого. Серебряники должны знать маршрут наизусть. У каждого в руках эко-портфель. В пути их сопровождают инспекторы Государственного природного заповедника Утриш. Уникальный обитатель нашего заповедника – это лишайник. Симбиоз водорослей и гриба. И вообще первый обитатель, который заселять будет нашу планету, если, не дай бог, с ней случится какая-нибудь глобальная катастрофа, может расти абсолютно на безжизненных почвах, на деревьях. При этом дереву оно абсолютно никакого вреда не доставляет. Это симбиоз и индикатор чистоты воздуха. Серебряники обретают на экотропах второе дыхание. В прямом смысле слова. Воздух на весеннем Утрише напоен фитонцидами – ароматами просыпающейся земли. Такие экскурсии штучные. Попасть в группу может не более 25 человек. Неорганизованным туристам проход воспрещен. Это территория заказника и заповедника. Вести на природе себя нужно тихо. Можно спугнуть благородного оленя. Он приходит сюда за иглицы понтийской. Ломать ветки нельзя. Этим реликтовым породам от 600 до 1000 лет. Природа Утреша уникальна. Тут есть даже эндемики – виды флоры и фауны, которые встречаются только на этой территории. Смотрите, мы с вами сделали паузу и уже услышали, как птички нам подают какие-то звуки. Понимаете, мы для чего с вами сюда пришли? Занятия проводятся на базе местных вузов. За три года в рядах экокидов побывало более сотни человек. Развивают здесь и другие направления и будут рады появлению новых единомышленников. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, регион.